Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня 23 августа, московское время 16 часов. И мы начинаем с вами наш сегодня вебинар, посвященный вопросам инвестирования. Вебинар называется «Особенности инвестирования для тех, кому младше 30 лет». То есть «Особенности инвестирования для молодых». Но поскольку довольно странно было бы обсуждать особенности инвестирования для молодых, не поговорив об основах инвестирования вообще, то я думаю, что мы начнем по порядку с вопроса самых общих основ инвестирования. И хотя многие вещи будут казаться очевидными, более-менее, после того, как я их проговорю, не думаю, что для начинающего они сразу все совершенно очевидны. Могу сказать, что многие годы я провел в изучении и теоретически, и на практике вещей, но тем не менее, значит, мы поговорим. Чтобы было понятно, что у нас на экране, поскольку многих, наверное, возникнут вопросы, то на экране мы видим месячный график главного фондового индекса в мире и в Соединенных Штатах. Это главный индекс S&P 500. Вот. В частности, я его так... Это самый максимальный, который мы можем увидеть в нашем терминале. Моя фамилия Макаров. Зовут меня Михаил. Я преподаватель и аналитик компании InstaForex. И если вы хотите, так сказать, такие вебинары, как это и другие, так сказать, в явном виде видеть и слышать, то, так сказать, добро пожаловать, найдите в интернете сайт компании InstaForex, зайдите в расписание вебинаров и по ссылочке там пройдете и совершенно бесплатно прослушаетесь. Если бы вы сейчас, например, меня слушали здесь, вот они в записи смотрели, то тогда вы могли бы, так сказать, задавать мне какие-то вопросы. Ну, а так вот, слушайте. Итак, о вопросах инвестирования. Значит, во-первых, зачем нужно вообще изучать вопросы инвестирования? Ну, понятно совершенно, что, так сказать, вопрос об инвестировании необходим только тем людям, у которых есть какие-то свободные деньги. Тем людям, у кого нет работы, кто, так сказать, весь обременен кредитами и не знает, как бы, на что там купить кусок хлеба, и, конечно, эта, так сказать, наука не будет прямым образом полезна. С другой стороны, я хочу сказать, что если есть хотя бы какие-то минимальные суммы, ну, к примеру, о чем идет речь? Если есть, например, даже хотя бы там 50 долларов или евро в месяц, свободных средств, и если вы начнете, так сказать, с ранних лет их инвестировать, вкладывать в какие-то, так сказать, правильные активные инструменты, об этом мы поговорим дальше, то вы удивитесь, так сказать, какие существенные суммы вы получите там через 15, через 20 лет, если будете систематически этим делать. А вот как это сделать, чтобы, так сказать, получить неубытные, а прибыли мы поговорим. Еще один вопрос, так сказать, который можно, как бы, себе задать сходу. Зачем, например, нужно изучать инвестирование, говорить об этом? Есть же, например, профессиональные институты, ну, например, банки. То есть можно же просто положить, допустим, деньги на вклад и получать, так сказать, процентные выплаты. Особенно сейчас, например, когда, так сказать, в Российской Федерации, к примеру, в связи с, так сказать, высокой инфляцией, ставки, на самом деле, достаточно высоки, правда, это ставки в рублях и не болит, как бы существенно, да, то может создаст такое впечатление, да зачем мне там, например, так сказать, еще какое-то инвестирование, которое, может быть, даст мне там 10%, например, там, я не знаю, или там 12% годовых, если практически под такой же процент можно, ну, или там под 7, под 8% можно положить деньги в банк. Дело в том, что, к сожалению, опыт многих десятилетий показывает, что в среднем процентные ставки банков даже не всегда покрывают инфляцию. В лучшем случае, так сказать, ставки банков по, так сказать, депозитам для населения перекрывают инфляцию. То есть это означает, что хотя, конечно, через 20 лет вы получите существенно большую сумму, но на самом деле покупательные способности тех денег, которые вы получили 20 лет назад, и те, которые вы получите вместе с процентным софтманом, это будет примерно одно и то же. То есть инвестирование предполагает все-таки некоторое преумножение, а, так сказать, просто сохранение, оно не является полностью инвестированием. То есть почему инвестировать, понятно. То есть есть смысл инвестировать, если вы стабильно, долгосрочно превышаете, так сказать, превышаете инфляцию. Но я, конечно, говорю о разных странах, потому что правильно инвестировать, чтобы превышать инфляцию в тех валютах, в тех странах устойчиво, много лет, так сказать, инфляция там 10% выше, это крайне сложная задача. Именно потому, собственно, население в этих странах является бедом, что, так сказать, инвестировать. То есть большинство, в общем, теряет деньги. Там есть богатые люди, но, как правило, они связаны, скажем так, с правительством. Вот. Значит, теперь более практически перейдем к практическому вопросу. Так сказать, если вы не просто, так сказать, теоретически изучаете вопрос, а хотите практически начать инвестирование, то это может сделать только выбор брокера. То есть если мы говорим не о плате в банк, а о покупке каких-то, значит, там, акций, каких-то других инструментов, то вам нужен брокер. Поскольку вы собираетесь делать это очень надолго, может быть, планируете, там, 15, 20, там, 25 лет, так сказать, пользоваться услугами, продолжать инвестирование, то необходимо, так сказать, довольно тщательно подойти к выбору брокера. Значит, первый пункт, безусловно, должен быть надежным брокером. Это должна быть крупная, известная компания. Не обязательно очень крупная, но она должна быть давно известна на рынке. Ей должна быть, скажем, солидная история. У нее обязательно должны быть лицензии, так сказать, то есть она должна совершенно официально, легально работать. То есть это должен быть, то есть нужно очень тщательно подойти. Но тут есть еще второй вопрос, что есть много очень, так сказать, брокеров, широко известных, я не знаю, как-нибудь там, Чарльз Шваб или какой-нибудь там, Мордан Стэнли, да, есть очень крупные институты, некоторые из них вообще не работают даже с мелкими клиентами, да, вот, но дело в том, что, так сказать, несмотря на высокие, очень качественные своих услуг, среди них есть много, скажем так, недешевок, то есть, например, обслуживание, так сказать, вашего счета может стоить вам, например, там 100 долларов в месяц, понятно, что если вы человек богатый, так сказать, у вас там сотни тысяч долларов, вы собираетесь вкладывать, но я так полагаю, что вполне возможно среди моих слушателей вообще ни одного сейчас такого человека, да, а абсолютное большинство, так сказать, людей, для которых 100 долларов в месяц, это, ну, в общем, такая, как бы, ну, не нулевая сумма, вы собираетесь держать счет очень долго, да, 100 долларов в месяц вроде бы немного за один месяц, но за год это 1200 долларов, вот, а может быть, вы столько, как бы, за месяц и за год и своих инвестиций не заработали, поэтому нужно, так сказать, найти брокера, у которого будет очень низкая цена за месяц содержания, в идеале, если она вообще будет нулевой, то есть, если это будет, например, плата только за операцией, вы, вероятно, будете не очень часто перетряхивать свой портфель, то, может быть, есть смысл поискать брокера, у которого будет нулевой, так сказать, платеж вообще за поддержание счета и, скажем, небольшая сумма за какое-то совершение операции, вот, то есть, два пункта, значит, надежность и стоимость обслуживания. Теперь перейдем к более некоторому, как бы, сущностному моменту, да, вот рынки и инструменты. Ну, я, как бы, уже намекнул и графиком, что я предполагаю, что было бы самое разумное остановиться на инвестировании на фондовом рынке Соединенных Штатов, во-первых, на фондовом рынке, во-вторых, на фондовом рынке США. Это надо объяснять, почему так. Значит, давайте я поговорю немного о серьезных проблемах у других рынков, особенно, так сказать, имея в виду непрофессионального, как бы, начинающего инвестора. Имейте в виду, что если вы, например, там год или полтора занимаетесь вопросом инвестирования, то вы, несомненно, являетесь еще начинающим, так сказать, не очень квалифицированным, да. Значит, пойдем, так сказать, поговорим о том, во что я бы точно не сказал, например, долгосрочного инвестирования. Ну, например, криптовалют. Много очень, там, реклама криптовалют, очень много, так сказать, людей пытаются этим заниматься. Во-первых, рынок очень малобыт. И я не помню точно, когда появился литкоин, но я точно знаю, что еще несколько лет назад, по-моему, меньше 10 лет, про него вообще никто ничего не слышал. Никто ничего не слышал о криптовалюте. Рынок с такой небольшой историей может, так сказать, в конце концов закончиться тем, что, ну, придумывает, что, так сказать, более интересное за замену криптовалют, и рынок вообще умрет. То есть вы, например, купите, потом это все резко упадет, будут большие убытки, а потом это все остановится, так сказать, надолго и там, если не навсегда. Это первое. То есть криптовалюта – это тот, где можно, где нужно быть готовым потерять на момент вообще в течение, там, нескольких дней вообще все потерять. Это явно не вопросовый институт. Потом, например, валютный рынок. Есть еще много людей, которые занимаются операциями на валютном рынке, правда, к сожалению, так сказать, число людей, так сказать, стабильно зарабатывающих намного меньше, чем число людей вообще пытающихся этим заниматься. Но это, в общем, рынок спекулятивных. То есть это рынок, так сказать, спекуляций, но не рынок для инвестирования. Валюта, на самом деле, довольно плохо подходит к тому, чтобы, например, сделать там какой-то прогноз там на много-много месяцев, так сказать, купить там одну валюту или другую и держать. Дело в том, что нет никаких оснований для того, чтобы, например, среди валют развитых стран, например, доллар или евро или фунт или иена, например, так сказать, там много лет там долгосрочно росли в какую-то в одну сторону. Это бы говорило там о каком-то суперперекосе в глобальной экономике. Скорее всего, вот валюты развитых стран, они колеблются, то есть в таком широком очень диапазоне, но долгосрочно это, в общем, если смотреть там за 10-20 или за 30 лет, это, в общем, такой диапазон. То есть долгосрочного, какого-то стабильного роста нет. То есть валюты просто вот инструменты, держать его там много лет, как бы, смысла нет. Вот, значит, так, чтобы мы не смогли подключить. Спасибо. 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 Какой-то сбой? Я, значит, я, и я, собственно, продолжаю. Да, мы рассмотрели варианта, какие бывают еще рынки. Третий вариант, например, сырьевые рынки. Здесь некоторая более, какая-то более понятная ситуация для каких-то среднесрочных, диапазонах. Но дело в том, что возьмем, например, скажем, такой наиболее распространенный актив, например, как вот нефть. Нефть была, так сказать, максимально за последние, ну, за последние, скажем, 20 лет. В 2008 году показала максимум 140 долларов за баррель. Ну, а текущая котировка, например, примерно 80. После этого она ходила даже в отрицательную область, был такой интересный момент, но стоила очень мало. То есть в очень долгосрочном диапазоне сырьевые рынки, это тоже некоторый, так сказать, диапазон. То есть сказать, например, что вы сейчас купите Невский, она, допустим, через 15-20 лет будет стоить в разы больше. Есть такие люди, которые делают такие предположения, но практика на самом деле их не подтверждает. Дело в том, что это обратная саморегулирующая система. Для того, чтобы мировая экономика чувствовала себя нормальным, сырье, ну, не единственный пример, там, металлы, промышленные, редкие, не очень, то есть цветные и черные металлы, зерно, например, это все, так сказать, такие большие сырьевые ресурсы, которые необходимы всегда от больших объемов. Так вот, например, та же самая нефть, если бы все, да, то есть она необходима, так сказать, ежедневно, там, автомобили, пока не перешедшие энергии, тоже интересный момент, да, значит, да, они требуют по ежедневной, там, заправки, вот, используется энергетика, вот, и, с одной стороны, она востребована, то есть это поддерживает некоторый спрос, поэтому в нормальное состояние экономики нефть не может, так сказать, упасть там до нуля, там на нуля, там спрос, как бы, спрос есть, есть приложение, вот, одни страны продают нефть, другие страны покупают нефть, да, но надо понимать, что, 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 если у вас, так, сейчас отмечу, а, нет, все правильно, извините, я посмотрел технический вопрос, так вот, если у вас, например, нефть очень сильно вырастет, это будет означать, что затраты, то есть всех потребителей нефти очень сильно вырастут, и экономика мировая начнет, так сказать, я чувствую депрессивность, и спрос на то же нефть начнет падать, падение спроса, так сказать, приведет к снижению цены на нефть, и цена на нефть более-менее выровняет, вот это именно и произошло, например, в 2008 году, да, с другой стороны, если, например, цена нефти очень сильно упадет, то, так сказать, потребление нефти станет гораздо дешевле, экономика, так сказать, мировая снизит отраты, это повысит спрос на нефть, и цены тоже, так сказать, отрастут, поэтому, с одной стороны, так сказать, нефть более-менее стабильный актив, но как на этом долгосрочно заработать, от того, что она будет болтаться, например, там, скажем, от 80 до 120 долларов, так сказать, там, 10 лет, как на этом заработать, не очень понятно, да, вот, в результате получается фондовый рынок, в чем, так сказать, преимущество фондового рынка, ну, вот, в частности, например, как говорится, сколько можно заработать, да, вот, есть такое понятие экономический цикл, то есть, когда заканчивается цикл ростом, там, 10, а может, даже чуть больше количества лет, так сказать, все упало, значит, кризис, так сказать, какие-то кризисные явления, и фондовый рынок падает, вот, последний раз, так сказать, глобальный кризис был в 2008, в 2009 году, да, и вот, так сказать, вот в минимуме можно было, так сказать, купить, например, там, тот же самый, сейчас чуть-чуть, отодвинул свою картинку, значит, можно было купить, так сказать, индекс S&P 500, ну, вот, скажем, я не буду брать самую нижнюю точку, можно было, например, взять, там, например, по 850, вот этот инструмент, который однозначно связан с индексом S&P 500, да, про индексное инвестирование, и каким образом фактически покупать, я, так сказать, скажу немножко позже, да, вот, например, по 800, по 850, по 900, можно было закупиться, в начале 2009 года, вот, ну, и под, и цена выросла до 4600, то есть, это практически, ну, в 5 раз точно больше, то есть, плюс 400 процентов, да, скажите вы, ну, это же там, с 9 по 2021, это вот было отмечено в максимуме 21 года, ну, и сейчас примерно такая же, но мы возьмем, допустим, даже до 2023, 2023, если бы кто-то додержал, до сегодняшнего дня, значит, это соответственно, там, пятикратный рост, там, 400 процентов, ну, пускай, да, пускай, за, там, 14 лет, но если очень просто поделить, одно на другое, то получится все равно, где-то, так сказать, 25 процентов в среднем за год, ну, это я беру простые проценты, конечно, если это сложные проценты, ну, может быть, это будет 15 процентов, при этом, обратите внимание, это не требует практически никаких усилий, то есть, если вы купили, и вот держали до самого конца, то вот оно вот, вот додержалось, причем, если вы включите более короткий график, и посмотрите, например, на дневной график, на регулярные какие-то откаты, если вы бы хотели понемногу добавлять на откатах, то доходность была бы, вот вообще-то, существенно, существенно выше, да, вот, вот как бы смысл, почему, как бы, то есть, какая причина, почему рынок растет, если вы, на самом деле, возьмете график, вот здесь, 2001, то есть, это график за последние, там, грубо говоря, там 22 года, если вы возьмете, там, за 70 лет, там, график, то вы увидите, вот, примерно, такую же картину, то есть, восходящую наверх кривую, причем, на нем, вот, предыдущие кризисы будут все менее-менее заметны, они будут восприниматься, как маленькие, такие, вот, так сказать, отклонения от основной генеральной рейки. Почему все это растет? Потому что экономика растет, значит, вы покупаете, акции, так сказать, успешных предприятий, которые производят прибыль, и в результате, так сказать, акции этих предприятий стоят все дороже, дороже и дороже. Да, там попадаются, например, акции обанкротившихся предприятий, таких бывает немало, в кризисных периодах, но это как раз вот вопрос к индексному инвестированию, да, то есть, если вы инвестируете прямо в индекс, то большинство, так сказать, экономика же вся не может обанкротиться, да, так сказать, если она в нормальном состоянии. Более того, можно, значит, в ситуации, когда явно начинается кризис, можно из рынка выходить. Вот, например, посмотрим последний, последний этап. Вот рынок показал, допустим, максимум в самом начале, в начале января 2021 года, вот, и вот сейчас он как бы все равно глобально еще находится ниже тех максимумов. Можно было бы все это время вот сидеть и ждать, сидеть и ждать в деньгах, и только когда будет преодолен тот максимум, начинать покупать, ну, и смотреть еще на общие экономические индикаторы, да, так сказать, вот сейчас высокие процентные ставки в США, и это, в общем, не очень благоприятно, реальный сектор экономики, так сказать, начинает чувствовать некоторое замедление, но, так сказать, когда мы увидим, например, что ФРС прекратила точно повышение ставок, как я сказал об этом, более того, когда она, например, начинает поддерживать экономику, это сигнал, что кризис, как бы, завершается, и начинается новый цикл роста. Мы не знаем, на каком уровне, на сегодняшнем уровне будет находиться индексы ниже или выше, но впереди еще будет большой рост, и как бы сейчас ни казалось, так сказать, невероятным, для динекографии, что индексы вырастут еще там на 40%, на 60%, на 100%, тем не менее, это обязательно будет происходить. То есть, в этом главное, так сказать, преимущество фондового рынка, более высокая предсказуемость и прогнозировать, по сравнению с остальными. Как инвестировать, так сказать, непосредственно в индексы? Вот то, что я говорю, что о том, как отдельной, про отдельные бумаги, я скажу чуть позднее. Значит, существуют на американском рынке так называемые индексные фонды. Значит, вся работа, которых состоит в том, что как только вы покупаете, так сказать, акцию, допустим, этого фонда, то моментально, ту же, грубо говоря, секунду, покупаются акции пропорционально вклады, так сказать, в общий индекс. Как только вы продаете, они продают. То есть, они полностью передают динамику индекса. Можно инвестировать, то есть, инвестировать во всю экономику в целом, не разбирая, значит, какой сектор, какая бумага и так далее. Таких существует не один, не два, там, несколько. Можно выбрать наиболее, так сказать, ликвидный, вот, там, самый объемный. Да, существует и на индекс NASDAQ, и существует на индекс S&P 500, и на индекс DOE, существуют эти вот такие инструменты. Можно, так сказать, и это на самом деле очень популярно. То есть, десятки, сотни, десятки миллионов американцев, сотни миллионов людей по всему миру, так сказать, они инвестируют вот таким вот образом. Вот, дальше. Значит, теперь вопрос, так сказать, почему фондовый рынок, я как бы пояснил, почему именно рынок Соединенных Штатов. Да, вот какие, так сказать, аргументы в пользу инвестирования в американский фондовый рынок? Первый. Значит, это сам, рынок самый прозрачный из имеющихся. Я не говорю, так сказать, никто не идеален, мы, так сказать, не живем там в сияющем замке на холме. Вот, тем не менее, так сказать, из имеющихся мировых рынков, он, как бы, наиболее близок к теоретическому правильно работающему рынку. Да, это важно, да, потому что, ну, всегда в реальной экономике, особенно в период кризиса, государства могут начать вмешиваться, они могут испортить какую-то общую картину, да, ну, в частности, например, в кризис 2008-2009 года, в самый, так сказать, тяжелый момент, власти Соединенных Штатов, ну, кстати, и российские власти делали то же самое в тот момент, запретили короткие продажи, то есть запретили необеспеченные продажи, так сказать, в частности, например, банков. Они вмешались в рынок? Да, безусловно, они в рынок вмешались. Так сказать, может федеральная резервная система, например, повышать ставки для того, чтобы гасить избыточный, сильный рост, например, акций с их точки зрения? Да, могут. И, например, при Алане Гринспене, в 90-е годы они этим пытались заниматься в конце 90-х годов. Это вмешательство? Да, безусловно. Поэтому это не абсолютно чистый рынок. Но из того, что есть, это наиболее, так сказать, чистый и грант. Второй пункт. Значит, Соединенные Штаты до сих пор являются самой большой в мире и самой развитой экономикой. Да, там, по какому-то там паритету покупательной способности Китая, значит, может быть, уже опережает Соединенные Штаты, в номинальных долларах экономика Соединенных Штатов там самая большая. Третье. Значит, здесь США самое развитое законодательство по защите прав инвесторов от махинаций, так сказать, возможных брокеров и имитетов. Это важно. Четвертое. Важно понимать, что фондовый рынок Соединенных Штатов это реальный номеровый рынок. Потому что, кроме, реально, так сказать, американских бумаг, кроме бумаг транснациональных компаний, которые занимаются бизнесом там по всему миру, как вот нефтяные компании, значит, как какие-то, так сказать, другие там компании, имеющие представительство по всему миру и так далее, и так далее. Так сказать, как, например, какие-нибудь компании типа Apple, которые разрабатывают свое устройство в одной стране, делают, производят другой, или как автомобильные промышленные там всякие слияния, когда там не поймешь, что, когда, например, там Daimler, это, так сказать, компания, присоединяющая Мерседес, на самом деле, это американская компания по собственности и так далее. Вот. Кроме таких компаний еще существует большое количество, например, торгуемых в Соединенных Штатах японских компаний, европейских компаний, китайских компаний, индийских компаний. Что угодно. Огромное разнообразие активов. Значит, примерно 25 тысяч только первого эшелона бумаг. Вот. То есть, огромное количество всяких имитентов. Вот. Значит, их в заключении вопрос как, значит, инвестировать. Но самое первое, то есть, если вы начинающий, я, конечно, советую вам рассмотреть вопрос индексного инвестирования. Потому что вопрос выбора правильной бумаги это довольно сложный вопрос. Учиться там придется годами еще. А можно в это время инвестировать просто в индекс. Да. Потом, ну, как я сказал, три главных индекса Соединенных Штатов. S&P 500, NASDAQ и Dow Jones. Потом, когда вы придете к вопросу о том, в какие бумаги инвестировать. То есть, многие так понимают. Вот сейчас мы выберем самые-самые лучшие бумаги. Мы вот создадим из них портфель и потом, значит, через 30 лет мы такую увидим. Ого! Замечательно! Так, к сожалению, не получится. Дело в том, что, как я уже говорил, значит, существует такое понятие экономический цикл. То есть, экономический цикл, вот, он примерно, как правило, там 10 лет. Сейчас у нас, как бы, аномальный цикл. Он, вот, как бы, вот цикл, который начался с 2008 года, он, по сути, я так понимаю, он, по большому счету, так и не завершился, хотя это 15 лет. Да? Но, тем не менее, значит, можно, правда, считать вот это вот, например, завершением цикла. Но, чего-нибудь не произошло. И, что, как бы, нам, создают проблему. Дело в том, что в каждом экономическом цикле, как правило, свои лидеры роста. Это связано с технологическим прогрессом. Когда-то, например, так сказать, появились первые газеты. И это был бум, когда весь мир заполонили газеты. Потом появилось радио. Был бум, как бы, радио. Потом был бум телевидения. так сказать, он держался очень долго. Первое телевидение появилось еще до Второй мировой войны. Но после Второй мировой войны, в 50-е, 60-е годы, телевидение заполонило весь мир. И казалось, что так будет всегда. Но вы прекрасно понимаете, что сначала там появился компьютер, потом появился интернет. И сейчас, так сказать, людей, которые получают информацию и смотрят, так сказать, видео в интернете, существенно больше, чем те, кто смотрит телевизор. То есть, новая эпоха. Каждый раз новая эпоха. И в этой эпохе, безусловно, так сказать, новые лидеры. И очень редко, когда, например, какая-то компания становится лидером одного цикла, а потом становится лидером еще какого-то цикла. Правда, есть такие. Вот, например, исключительный случай, это компания, например, Apple, которая была, которая показала очень сильный рост, очень сильные результаты в 90-е годы, когда, так сказать, вышел вот ее MacBook, значит, они создали свою операционную систему в Mac и производили компьютеры, которые пользовались очень большим популярностью. Потом у них был довольно длительный как бы провал, то есть, примерно там, типа 10 лет. А потом они выпустили свой вот смартфон, сначала iPad, потом iPhone, вот это все и это создало снова, так сказать, из них огромную, так сказать, по капитализации компания, вот два. Но, как правило, так сказать, компания, если у них бывает, понятно совершенно, опять же, что только у малой части компаний бывают такие феноменальные росты. Малые очень компании дорастают, так сказать, до капитализации там 100 и выше сотни миллиардов долларов, да, единицы имеют капитализацию примерно там 3-5 триллиона долларов, больше 500 миллиардов долларов, таких компаний на американском рынке совсем немного. Вот. Абсолютно большие компании таких результатов не показывают. Но такие лидеры всегда бывают. всегда вот есть. Вот сейчас лидеры там такие компании, как Facebook, как Google, как Apple, значит, длительное время сохраняют очень большую капитализацию Microsoft, это тоже совершенно как бы понятно. Вот и так далее. Но потом будет новый цикл. И вполне возможно, что через 10, через 15, через 20 лет те компании, которые сейчас, ну, Tesla, например. Но ведь когда-то и Ford был, так сказать, огромный по капитализации компаний, сейчас он далеко, значит, вот и все эти и Ford, так сказать, и прочие, так сказать, компании автопроизводители очень сильно уступают Tesla сейчас, которая там 5 лет назад, вообще там, 7 лет назад, вообще ничего, если бы, по сути, не представляла. Вот. То есть, и мы не можем никогда точно сказать, кто будет лидерами следующего цикла. Мы этого не можем сказать, когда такой вот период перехода из одного цикла другой, как я бы сказал, сейчас наблюдается. Но они обязательно появятся. И поскольку это не очень быстро, то есть, экономический цикл не заканчивается там ни за месяц, ни за квартал, ни за один год, то мы, у нас будет время, мы успеем понять, кто лидеры в этом цикле, и успеем, так сказать, к ним подключиться. Но это более сложная намного задача увидеть, понять, оценить, начать постепенно вкладывать в эти компании. Поэтому я и говорю, что на первом этапе все равно нужно начинать с индексного инвестирования. И если вы это освоите, может быть, вам этого и хватит. Может быть, так сказать, больше этого как бы не нужно будет. Ну и, соответственно, вот сейчас все равно мы находимся как бы довольно понятно, что в начале цикла, потому что прошла глубокая коррекция. Сейчас нужно, так сказать, инструменты закупленные держать. На значительных откатах можно докупаться и потом держать, держать и держать и потом смотреть. А когда уже, так сказать, будет получен новый очень большой рост, когда, так сказать, в разы вырастут ваши активы и вы увидите, что приближается некоторая перегретость, можно будет, значит, вот существенную часть, наверное, там активов зафиксировать и ждать как бы следующего цикла. То есть, вот так примерно выглядит инвестирование. То, что я вам сегодня хотел рассказать, надеюсь, вам, так сказать, это показалось интересным. Это была лекция об инвестировании. С вами был, так сказать, Макаров Михаил, преподаватель компании Инстокорб. Спасибо за внимание.